доброе утро церковь добро пожаловать на этот духовный завтрак и я думаю что вы все знаете что сейчас мы находимся в таком предрождественском периоде и знаете на самом деле библия имеет несколько сотен пророчеств прямых и косвенных об иисусе христе пророки живя в разные в разное время в разные периоды за несколько сотен лет предсказывали в точных подробностях рождения спасителя рождения божьего сына это михей это исаев это даниил это захария это давид который написал 21 псалом и этот псалом назван мессианским псалмом где он описал очень многие подробности точно описал и вопросы почему так точно да потому что знаете для бога нет времени он находится вне времени то есть для бога это свершившийся факт и он нам что-то приоткрывает заметьте кстати что когда мы читаем самую книгу откровений то там все повествуется в прошедшем времени почему да потому что для бога это свершившийся факт а для нас это еще только будет и знаете самое первое пророчество об исусе христе она была сказана еще в самом начале она была сказана еще в книге бытие это 3 глава примерно за полторы тысячи лет до рождения иисуса христа это место еще называет называют протеевангелием бытие 315 мы с вами читаем и вражду положу между тобой между женою и между семенем твоим и между семенем ее она будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в питу и мы с вами понимаем что у женщины нет семени 7 и есть только у мужчины и мы видим что уже звучит мысль о сверхъестественном зачатии иисуса христа где не будет участие мужчины и это семя мы с вами читаем здесь который прозвать произойдет от женщины она написана будет поражать дьявола в голову то есть смертельно а семя которое произойдет от змея она она будет жалить в питу не смертельно то есть смотрите здесь уже показано что придет проклятие в жизнь человека и грех будет пытаться причинить урон иисусу христу но не сможет ничего ему сделать сверхъестественное сверхъестественным образом иисус будет рожать будет рожден и он будет поражать дьявола в голову смертельно и радикально за эти разве это не восхищает разве это не уникально и за эти сегодня хочется сказать о том чтобы через наше с вами осмысление вот этих вещей утверждалась наша вера чтобы наша вера она не была какой-то абстрактный но чтобы она основывалась на божьем слове конечно есть пророчества которые еще не исполнились но они исполнятся обязательно потому что бог бодрствует над своим словом вы знаете меня утверждает это очень сильно в моей вере пусть это утверждает каждого сегодня во имя иисуса христа